По словам местных жителей, еще год назад остановочный комплекс школы номер 3 был вполне себе в сносном состоянии. Здесь были стены, которые защищали ожидающих автобус от порыва ветра и осадков. Однако прошлой весной неизвестные хулиганы выбили здесь пластиковые панели. Остановка оказалась голой и так и простояла до нынешней весны. А буквально накануне вместо выбитых стенок начали появляться фанерные листы. Как оказалось, один из местных жителей решил сам восстановить остановочный комплекс. Зовут инициативного человека Дмитрий Заворин. Сегодня он находится не в Перми, нам удалось пообщаться с ним по телефону. По словам мужчины, постоянно приходилось ждать автобуса на ветру и в дождь. Вот и решил исправить ситуацию, не дожидаясь коммунальщиков. Там холодно, она продувается. Чтобы укрыться от ветра, нужно стоять за пределами остановки, то есть, соответственно, попадая под дождь. Но это не самое важное. Главное, что когда стенок нету, ну реально не комфортно. Пермики оценили старания Дмитрия. Ну, по крайней мере, не дыра и не грязная. Слава богу, что такие люди хотя бы находятся. По словам Дмитрия, отправной точкой для него в желании взяться за инструменты стало последнее заседание Городской думы, на котором обсуждалось восстановление остановочных комплексов. Об этом сообщил в соцсетях и мэр Перми Игорь Сапко. До 1 мая администрация подготовит план приведения остановочных комплексов в нормативное состояние. Рассмотрим все варианты от муниципальной программы до партнерства с частным бизнесом. Срок реализации плана до 1 августа 2016 года. Дмитрий считает, зачем ждать месяцы, когда от непогоды укрываться нужно уже сейчас. Своё начинание он до конца пока не довёл. Заменил только две панели. На фанерные листы и саморезы ушло полторы тысячи рублей. Чтобы доделать всё, потребуется ещё столько же. Новость быстро попала в соцсети, а затем дошла и до руководства индустриального района. Его глава Александр Иванов, по словам Дмитрия, связался с ним и поблагодарил за работу. Это подтвердили и в пресс-службе администрации города. Александр Иванов поблагодарил Дмитрия Заворина за неравнодушное отношение к тому, что происходит вокруг. Также глава района согласился с тем, что остановочные комплексы должны поддерживаться в порядке и по мере необходимости ремонтироваться подрядными организациями, которые обслуживают эти объекты дорожной инфраструктуры согласно условиям муниципальных контрактов. В планы Дмитрия Заворина починка остальных остановок не входит. Но комплекс у своего дома он хочет восстановить полностью, а ещё и нанести на него красивый рисунок. Уже и художник для этого нашёл. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.